Добрый день уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Interday на зеркальных линиях. Сегодня мы рассмотрим несколько торговых инструментов, также рассмотрим разворотный пин-бар, который я обнаружил на одной из валют. Но не будем тянуть, поехали! Начнем по традиции с евро-доллара и посмотрим, что с ним сейчас происходит. Начнем с D1. На D1 мы видим восходящий тренд, однако если спуститься на таймфрейм пониже, например, H1, то увидим, что здесь достаточно устойчивый боковой тренд. Кстати говоря, те, кто торгует моим торговым роботом, обязательно пользуйтесь. В боковых трендах он хорошо работает в двух режимах, на Buy и Sell одновременно. Кому интересно, переходите на мой канал по ссылке в описании. Я обозначил фиолетовые линии, линию поддержки и сопротивления. От них можете ставить отложенные ордера, либо входить рыночными ордерами на продажу и рост. Соответственно, от линии сопротивления в районе цены 1.08.72 можно ставить ордера на продажу и зарабатывать на снижении. А от уровня 1.07.78 можно покупать и зарабатывать на росте. Но имейте в виду, что эти уровни горизонтальные. В горизонтальных уровнях, кто проходил мое обучение, знает, что диапазон от этого разворота достаточно широкий, шире, чем в наклонных линиях. Поэтому имейте в виду, что могут быть ложные пробои. Вот видите, как вот здесь, например, произошел. Вот ложный пробой вверху, внизу. Вот поэтому здесь также это может быть. Британский фунт движется по-прежнему к линии 61.8 Фибоначчи. Я ожидаю, ну как и в прошлый раз я говорил, ожидаю, что цена до нее дойдет. Потихонечку она идет. От нее можно будет продавать, зарабатывать на снижение. Но это график недельный. Что касается H1, то здесь мы видим вот этот уровень Фибоначчи совпадает с зеркальной линией сопротивления, зеркальной линией поддержки. Кстати говоря, он не то что совпадает, он именно отработался в прошлый раз от уровня 50. Смотрите, видите, как четко сигнал по Фибоначчи сработал. То есть здесь было 526 пунктов. Кто здесь продал, тот заработал на падение вместе со мной. Так что не пропускайте мои выпуски, ставьте колокольчик и зарабатывайте вместе со мной. В следующий раз я ожидаю, когда цена дойдет до этого уровня, мы тоже можем рассчитывать на рост от этого уровня, зеркального уровня поддержки. Евро австралийский доллар имеет вот такую линию поддержки, на D1 ее видно. Поэтому когда цена дойдет до этого уровня, в районе цены 1.5392, можно будет покупать и зарабатывать на росте. Так, ну полный обзор можете посмотреть на моем канале. А сейчас давайте перелеснем до австралийского доллара. Нет, до австралийского доллара, к канадскому доллару. Я обещал посмотреть пин-бар. Что такое пин-бар вообще? Ну, прежде всего, это такой паттерн, такая формация из японских свечей разворотного характера. То есть, которая говорит нам о смене направления ценового движения. Называется она так, потому что похоже на, от английского, пин-пиноккио, но с буратино. Давайте посмотрим на схеме. Мы видим, что вот такая вот свеча, у которой тень очень высокая, а тело маленькое, оно похоже на нос буратино. Соответственно, если мы видим после растущего тренда такую свечу, то это сигнализирует нам о смене тренда. И если потом следующая свеча тоже красная, нисходящая и пробивает минимум предыдущей свечи пин-бара, то это подтверждает разворот тренда и нисходящий тренд, начало нисходящего тренда. Давайте теперь увеличу на графике, чтобы поближе посмотреть. Вот мы видим, что этот пин-бар сформировался на австралийском долларе к канадскому доллару. И после этого уже была свеча, которая уже подтвердила нисходящий тренд. Сейчас идет коррекционная восходящая свеча. И в принципе можно сейчас продавать для того, чтобы войти в нисходящий тренд. Очень хороший момент. Правда, мои сигналы не являются разбором таких разворотных фигур. Я в основном говорю о разворотных точках, которые построены на линии поддержки и сопротивления. Я лишь хочу сказать, что если вы торгуете с помощью японских свечей, с помощью паттернов японских свечей и в частности пин-бар, то обратите внимание, вот я вам нашел этот пин-бар. Некоторые, кто использует стратегию price action, тоже знают, что этот пин-бар используется. Правда, там есть нюансы. И один из нюансов заключается в том, что такой пин-бар должен находиться около какой-то сильной линии. И по большому счету, если посмотреть, вот я сейчас уберу пока что то, что нарисовал, если посмотреть, то мы увидим, что как такой линии здесь поддержки или линии сопротивления здесь нет. Вот эта вот линия так. Здесь вот если рассчитывать на эту линию так. То есть пин-бар не находится около какой-то линии. Однако, что я нашел интересного, что если здесь разместить сетку Fibonacci, которая вот была, теперь будет вам понятно, то этот пин-бар практически касается этой линии. И смотрите, то есть вот. И таким образом можно рассчитывать, что этот пин-бар развернулся около линии сопротивления. А линия сопротивления, линия 61,8 по Fibonacci все-таки является одной из самых сильных. Поэтому вот используйте эту совокупность факторов для принятия решения. Ну а мы пойдем дальше. Что касается нефти. Значит здесь пока что такой небольшой восходящий тренд. Однако, я рассчитываю, что если цена все-таки откорректируется обратно, то от линии поддержки, вот которую я обозначил, она отобьется и можно будет заработать на росте. По золоту, что мы видим? Здесь, ну в целом восходящий тренд, но если присмотреться к H1, то мы видим, что цена после пробития линии сопротивления несколько раз уже отбивалась от зеркальной линии поддержки. Правда сложными пробоями, но тем не менее. Поэтому рассчитываю, что если еще раз цена дойдет до этой линии, то можно будет ставить ордера на покупку и зарабатывать на росте. Ну вот такие сигналы на эту неделю. Полный обзор смотрите у меня на канале. Сейчас давайте посмотрим новости, на которых можно заработать. В понедельник в Китае Новый год. В остальных странах особо новостей нет. Есть только выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард. Вечером. Правда на прошлой неделе была такая новость. Особо она впечатлений не произвела. Но тем не менее, если вы торгуете скальпингом краткосрочно, то поставьте галочку, чтобы сделки в этот момент не открывать. Мало ли, что-то куда-то дернется. Во вторник продолжается Новый год в Азии. В Европе, кроме опять выступления Лагард, ничего особого нет. Ну, видимо, она будет каждый день выступать. Имейте это в виду. В среду появляются интересные новости. Вот по Новой Зеландии индекс потребительских цен. Это данные по инфляции по Австралии. Все это будет ночью. А дальше вечером будет интересная новость решения по процентной ставке в Канаде. Планируется повышение на 0,25. Поэтому, если повышение произойдет, то это может ослабить пару доллар-канадец. В четверг единственная новость, на которую стоит обратить внимание, это ВВП по Америке. Здесь планируется снижение ВВП. Если это произойдет, то это может ослабить доллар. Ну и в пятницу особых новостей нет. Кроме выступления, опять же, Кристин Лагард. Ну, наверное, оно уже к концу недели набьет оскомину. Все уже пойдут пить пиво. И вряд ли кто-то будет обращать внимание на эти выступления. Ну и мы в том числе. Друзья, всем хотел бы напомнить, что господин Пригожин говорит о том, что YouTube в России могут закрыть. Но поскольку он является достаточно влиятельным человеком, это может в принципе в перспективе произойти. Поэтому, чтобы не потеряться, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я каждый понедельник, а также каждый день практически выкладываю интересные данные по выходу новостей, другие экономические данные. Ссылка на мой телеграм-канал на моем канале. Ссылка на мой канал в описании к этому ролику. Напоминаю, что если вы являетесь клиентом A-Markets, вы можете получить моего торгового робота бесплатно. Пишите мне в личку в телеграм. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.